спала и ничего не помню и вообще мне после вчерашнего легко стало никто меня из потусторонних не беспокоил и я как-то успокоилась и вы знаете я посмотрела наше видео вчерашнее начале особенно я оказывается такая суетливая перебиваю вас как-то мне было вот я сама себя раздражала когда смотрела это программа вас суетились не вы сама понимаете вот мы на самом деле совсем другие а здесь мы проявляемся ведомые нашими программами если таковые есть суетливость признак беспокойства беспокойство следствие страхов а у вас страхи на всех уровнях были как только страхов нет беспокойство нет и наступает то самое знаете говорят олимпийское спокойствие спокойствие богов потому что возникает осознание спешить некуда отвечать за все судьбы всего мира не нужно каждый ответственным за сферу своего сознания по сути за себя за свою душу за ее целостность все кто нас окружает в равной степени ответственны за свою душу за свою целостность вы же не про матерь всего мира чтобы даже даже если так детей приводят мир для того чтобы они проходили свои уроки а у вас включилась гиперответственность и за маму и за сестер и за сына и за мужа за всех кого встречаете в этой жизни почему вы более значительная чем они нет вам хочется быть более значительной чем они видимо какая-то программа принуждает вас хотеть этого но до сознания это не доходит это и называется дух побуждающий у вас была эта демонюга ну вот она вами и крутила а еще инсектует у вас энергосфере был и есть до сих пор сидит в банке поэтому как бы неосознанно мы многие вещи творим неосознанно нам кажется что так нормально но если хорошенько подумать взвесить для чего и для кого это нормально чтобы мы беспокоились не находили себе места и при этом не имели никакой возможности и права влиять на жизнь других людей мы лезем на стенку мы пытаемся воздействовать а ведь даже не имеем на это права если мы вторгаемся в жизнь взрослых детей а уж тем более взрослых сестер и уж тем более жизнь родителей не важно чем упреками на там настаиваем на чем-то вот ты пойми все что нужно каждый понимает все что ему нужно на данном отрезке времени то как он проявляет себя по отношению к нам мы вправе принимать или не принимать но как ему распорядиться в своей жизни это вообще не наше дело не наше это его дело это его божественное право а попытка манипулировать чьим-то мнением чьей-то жизнью чьими-то мыслями чьим-то сознанием это действительно манипуляция это насилие это магия нельзя по отношению к себе ровно такая же ситуация нельзя принуждать себя к тому что не по душе это насилие над собой именно поэтому блок жертвы часто толкает людей на самопожертвование ради чего поступить со своей целостностью ради чего на каком основании то есть понимаете очень важные вопросы которые не зная верных ответов на которые каждый из нас способен нарушать гармонию вселенной вот такие вот ошибочные ментальные программы внедрены в нас матрицей и ум идет у них на поводу потому что иного опыта он не знает но есть память души поэтому заглядываем в себя по совести по совести или не по совести во благо или не во благо то или иное что мы проявляем а мы проявляем любым способом действием бездействием молчанием словами какие у нас еще возможности есть в этом мире но в этом мире мы проявляем свою суть либо свою чистоту и целостность и благорасположение ко всем либо наши программы принуждают всех выстроиться в ряд по ранжиру какому-то и соответствовать нашим требованиям либо-либо поэтому очень важно отслеживать что я чувствую что я думаю почему я это думаю почему я это чувствую и главная цель какова намерение мое какое прежде чем открыть рот и сказать человеку нужно действительно осознать о чем я думаю и к какой цели я стремлюсь это важно это важно но мы это не делаем из-за этого ошибки да а мы этого не делаем прислушиваться к себе подумать почему почему я так делаю есть замечательная такая фраза подумай прежде чем подумать ведь мы не только словом и делом мы мыслью своей сотворяем либо что-то хорошее либо плохое когда включаются ваши тревоги относительно вашей сестры которая в роддоме вы ей не помогаете вы посылаете в нее стрелы своей тревоги и они вторгаются в ее энергосферу и они мешают ей когда вы посылаете импульсы любви заботы материнской заботы воспринимайте как угодно безусловной любви вот это идеально безусловной любви вы ее любите потому что она есть этого достаточно достаточный повод для любви это то что она есть вы посылаете эту любовь как будто окутываете или шар создаете и мысленно дорогая при ней мою любовь огромную сферу которая тебя обнимет и тебе станет легко ты расслабишься и родишь естественным образом либо очень легко перенесешь понимаете это как поддержка это как глоток жизненной энергии вы посылаете ей импульс любви это работает и это даже ощутимо на расстоянии тестировали многократно с разными людьми и люди воспринимают это даже без предупреждения что такое такое прям пришло так ой так хорошо стало то есть это работает в непроявленной мерности но помогает людям которым мы это посылали и это здорово я в эфирном пространстве перехожу на рабочий уровень размораживаю ситуацию в том моменте который покинула вот меня стиль показывает на сектор магии она буквально стоит так пальцем показывает ну так левой рукой но я проверяю всю ментальную карту потому что в секторе магии вот то что я описывала существует и сама осель есть вот читающая нечто и наклоняющиеся причем я вижу что ее проекция в секторе магии сейчас рассмотрю ее получше у нее реально очень тонкая талия как будто перетянутая ремнем и неестественно тонкая вот совершенно неестественно это не знаю это диаметр не бывает таких женских талий вообще если если в окружности сантиметров 20 то и юбка вот эта юбка которая из соломки экзотическая такая вот она сейчас протягивает мне показывает тесьму тесьма такая цветная из нитей как будто домотканная самотканная из нитей белых черных и красных звучит слово шаманизм и отсылка идет она мне показывает то воплощение где я сломала ногу и где вот приглашали целителей пытались ее спасти и пытались ее излечить и даже приглашали шамана то есть я так понимаю вот я вижу на шамане эту юбку секундочку мужчина или женщина женщина шаманка и у нее вот из этой тесьмы какой-то головной убор и вот так вот висят эти тесьма вот так висит и переплетение как будто можно прочитать что-то в этом орнаменте сейчас я прочту что это считывается как смешение смешать совместить несовместимое ну как бы в ее понимании в ее понимании верно да в ее понимании совместить благие намерения с магическим ритуалом вот идет так использовать естественные стихии и неестественные методики вот вместе соединить слить звучит сейчас природа шаманизма да я просто сейчас весь этот ритуал вижу как она работает в том воплощении как она пытается исцелять я сейчас на эфирном плане посмотрю что это а на эфирном плане сквозь нее работают сущности и вот самое интересное исцелить не исцелила ничего не произошло а привязка существует и через нее вот идет привязка в магический эгрегор который мы удалили в прошлой сессии но я хочу посмотреть еще все-таки в сектор контрактов сектор подписания контрактов потому что если есть магическая метка если это все так настойчиво есть ни одно воплощение то почему я не вижу магического контракта да я сейчас проявляю его да есть да но согласие на подключение и это согласие на подключение имеет силу контракта вот чем дело и это как раз было основание еще одно основание для воздействий кого бы то ни было даже опосредованно даже косвенно это как будто открывало ворота открывало портал для проникновения магических воздействий любых насильственных действий любого посула негативного посула насильственного посула даже мысленного проникновения в энергосферу. Это как будто открытые ворота и работает вакуум-магнит, притягивающий вот это из пространства. Хорошо, я хочу прочесть этот контракт. Содействие. Распространение. Энергий. Осознающих себя. Я просто вижу, как звучало вчера в сессии Человек-портал. Это вот оно и есть. Как будто сквозь энергосферу самой осель могли сущности проходить по привязкам к другим людям. Именно поэтому в физическом мире, в реальной жизни была вот эта жажда привязаться к другому человеку, прилепиться к другому человеку. Именно поэтому возникала жажда внимания, жажда притянуть на себя внимание другого человека. вот побудительный мотив срабатывал этот магнит. Нужно было обязательно взаимодействовать очень тесно, плотно и на определенном этапе, пусть даже фрагментом, пусть даже кратковременно нанести словесный удар. Для того, чтобы человек отреагировал эмоционально и раскрылся. Раскрылась его энергосфера и просочилась туда, как будто семена зла вот рассеваются. Понятно. Хорошо. Поскольку ты перепрожила сельтовоплощение и вот видишь сейчас какой контракт, покажи мне момент подписания этого контракта. Она показывает, она в бреду вообще. Она едва приходит в себя и приводят ее родственники, показывают эту шаманку. шаманка ее успокаивает и говорит сейчас все будет хорошо. А, кстати, она не только это шамань, она какое-то питье из трав готовит ей. И вот момент, когда она принимает это питье и есть момент заключения контракта на эфирном плане. Да. Хорошо. Поскольку ты перепрожила, не допустила вообще этого заболевания. Вот магические контракты, как прячутся, их сразу-то и не видно бывает. Так. Да, она в этом моменте отказывается от питья и на эфирном плане пишет на контракте Расторгла. Да, сделала. Убирает все привязки к этому контракту, убирает... Сейчас, секунду. Есть подконтракт? Нет. Копии приложения? Нет. то есть он в единственном числе и вот этот свиток он с одной стороны вот похож на такую бумагу, причем какая-то старинная бумага, такая вот грубая, шишравая, как нефабричного производства, очень старая. а с другой стороны она как будто расцвечена теми иероглифами, теми, тем орнаментом, который был у шаманки на тесемочках. Да, расторгла, удалила, аннигилировала, аннигилировала она этот контракт и все последствия, я просканирую свою энергосферу, все воздействия и последствия, оказанные на основании этого контракта вплоть до момента здесь и сейчас, исторгни себя одним взрывом и в аннигилятор. Да, сделала. Хорошо, поэтому это и притягивалось. Ясно, хорошо, давай еще раз сектор магии возвращаемся, смотрим. Так, я хочу разобраться все-таки с вот этим паровозиком, какая роль в нем принадлежит твоему. Никакой звучит мне, никакой роли. Марионетка в руках двух женщин, перетягивание картонной плоской фигурки, как вырезанная такая из картона, такое перетягивание идет. Хорошо, я задаю вопрос, скажи мне, пожалуйста, ты осознаешь, по какой причине находишься в секторе магии по отношению к осель? Да, говорит, осознаю. А теперь ответь мне еще на один вопрос. С манипуляцией сознанием это понятно, вторжение в личное пространство это тоже мне понятно. ответь мне сейчас, я в любом случае считаю с инфополя, производила ли ты какие-то магические ритуалы по отношению к осель? Да, да, да. Какого рода магические ритуалы? Она оглядывается и пальцем показывает на женщин, которые за ее спиной. То есть ты даже не знаешь? она показывает мне деньги, буквально пачку денег и показывает, как она из пачки денег отдает одной, второй, третий, четвертый. Какие это ритуалы? Назови или покажи мне, что это было? Показывайте парой, что-то заказывала, что они производили. Вот очень противоречивое такое одной. Сейчас перед свадьбой что это было? Еще раз, пожалуйста, произнеси что-то заказала. Это отворот был направлен и на осель, и на ее сына. Любил либо не любил, то есть на разлуку что-то делали, магичили, развести. И это через жидкость какую-то, жидкость красного цвета. И сыну давала выпить и осели. Да. Так, еще что? в отношении было что-то сделано? Нет. Теперь спрашиваю еще раз, было или нет? Было. 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 Ох, как они лгут, как они выкручиваются. кричит сейчас я, говорит, этого не заказывала. Она выталкивает передо мной, ставит женщину. Она говорит, речь шла только о том, чтобы охладели отношения. Я, говорит, не заказывала. А та мямлет, мямлет буквально, говорит, я так понимаю, что если она беременна, то если будет выкидыш, если будет выкидыш, то он от нее и отвернется. Развяжется узел в ее понимании. Не будет необходимости им быть вместе. Это твоя инициатива? Да. 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 Понятно, то есть даже не заказанная. Перестаралась из добрых побуждений, говорит, мне так было жалко эту женщину. Она такая хорошая, добрая. Она попросила спасти ее сына. И я сделала все, что могла. Соответственно, возникает вопрос, если она все это магичила, а в это время Асель была беременна. Хорошо, Асель, покажи мне, пожалуйста. Была беременна, выпила эту жидкость. В какой степени это отразилось на энергосфере твоего сына. Да, он тоже частично принял эту программу. Вот как. На ход самой беременности это не повлияло. Это ну, как было. Мне идет такое непрофессиональное вмешательство, не не сильное вмешательство, не умело сделать. Сделала по написанному, сделала по написанному, делала подобное. Второй раз, да? Второй раз всего делала. Понятно. И как это отразилось на энергосфере покажи? Вот опять же идет отталкивание, отчуждение. Вот он еще в энергосфере мамы показывает, а идет отчуждение, непонимание, охлаждение. Как будто вырастает такой холодный сугроб. И в конечном итоге. раз это на отторжение плода, то это на разобщение сына и матери. Таким образом. Но повлияло всего на 10%. Совсем немного. Я преодолел это. И тем менее программа прописана. Понятно. Хорошо, Асель, твое решение каково? Однажды ты решила принять эту программу. Она говорит, я доверяла. Я принимала все любые воздействия с ее стороны. Я доверяла еще раз говорит, я доверяла. Хорошо. Сама намерена ли ты перепрожить свою жизнь так, чтобы не обращаться к этим гадалкам, к этим предсказательницам? Да, я сейчас даю просто информацию, я веду сознание и предлагаю перепрожить этот момент, если ты этого хочешь, изменить свое намерение, воздействовать с их помощью на свою невестку, на сына и на внука таким способом. ей что-то мешает говорить, у нее как будто заклеен рот, у нее блокировка очень мощная в области рта, вообще видится на тонком плане, как будто у нее нет зубов, как будто это отсутствие силы, то есть нет силы что-то взять, что-то по каким-то причинам сработали программы и она ну это ее как бы энергосфера, я просто вот что вижу описываю. Ну просто я вижу такой безобразный большой беззубый рот. Я спрашиваю сейчас, ты сама это видишь? Да, говорит, вижу. Ну у нее там клубок в змеи, у нее очень серьезно в энергосфере там все. А вот вот я вижу осель подходит к ней, берет ее за руки, в глаза смотрит и также дает ей информацию в виду сознания. На эфирном плане разница катастрофически огромная, просто впечатляюще огромная, потому что проекция самой оселья она сейчас по сравнению с проекцией ну как как сравнить двухэтажный дом и человек вот таким образом. но она вот подходит так уменьшается энергетически и вот берет ее за руки и смотрит в глаза. Она еще раз дает информацию и поддерживает ее. Вот я вижу, что благодарит. Это как посыл любви такой идет, который придает ей энергетический потенциал как бы для того, чтобы она могла принять собственное решение. Она, кстати, энергетически весьма обесточенная, реально обесточенная. Ее это все выедает. Вот все, что впущено в энергосферу. Да, она изменяет на панели принятия решений, намерение отбращаться к этим гадалкам и воздействовать на жизнь осели и своего сына, и своего внука и перепроживает без этих обращений, без этих просьб, без этого вмешательства. Она изымает, она протягивает руки, она изымает все свои воздействия, все кармические последствия, всю ответственность свою принимает на себя осознанно и возвращает, она возвращает свет, который был скачен из-за ее вмешательства, возвращает в энергосферу невестки, в энергосферу сына и внука. Она как будто вот так раздает в ладошках, как будто раздает светящиеся шарики одному, второму и третьему. Она отсекает привязку к этим женщинам и сразу вырастает, она сразу вырастает, становится в два раза больше буквально. И я предлагаю сейчас соседи, все втроем можете перепрожить свое воплощение это, не допустив принятия этих негативных магических программ. А все воздействия и последствия возвратите тем, кто их производил. по траектории. Да, возвратили. Ну, Асиль, твое решение, твоя воля. она говорит, что всех этих гадалок, знахарок в на суд кармы средний портал. призывает силы кармы, открывает средний портал, передает их на суд первоисточника и закрывает за ними портал. Она производит полный энергобиен со своей свекровью, отсекает эмоциональную привязку к ней. Также дает информацию сейчас в ядро сознания своего бывшего мужа и информацию в ядро сознания внука. Да, чтобы они также могли произвести вот это отсечение от энергосферы бабушки и мамы, если они этого захотят. Да, они это делают. Да, благодарит за уроки, за полученный опыт, открывает средний портал, провожает средний портал и запрещает вторгаться в свою энергосферу. Да, закрывает портал. Хорошо. В отношении мужа говорит, я передала информацию этого довольно. Также благодарит его привязку отсекает и провожает его в средний портал, закрывает портал. Хорошо. Обратите внимание сейчас на инсектоида, он уменьшился, он совершенно, он меньше, чем, я не знаю, что это за мошка там такая в банке. Просканирует свою энергосферу, все, что ему принадлежит, можешь туда ему запихнуть, изъять весь свой свет когда-либо скачанный этой тварью. очищенно встроит свои энергополя, да, инсектоид, да, в аннигилятор отправляет, закрывает портал. Хорошо, я предлагаю тебе перепрожить сейчас момент рождения сына своего и или давай, рождения сына, хорошо. поскольку мы в этой теме сейчас ты можешь перепрожить всю эту беременность, будучи уже освобожденной от любых контрактов, свободной, чистой и целостной и родить его как свободную, независящую от контрактов и сущностей душу. Да, она это делает. вынашивает. Вот, я вижу, рожает его. Приложила к груди, обняла, окутала, как пеленочками окутала своей любовью. Да, сделала. Да, ты можешь сейчас просканировать его энергосферу, когда он находится в тебе, в твоей энергосфере и по праву матери расторгнуть с его позволения, естественно, если его душа не заинтересована в наличии каких-то задач, задач души. В согласовании с ним ты можешь расторгнуть все контракты, которые он принес в это воплощение с собой. Изгнать всех сущностей, освободить его от привязок ко всем эгрегиальным структурам, произвести полный сеанс очищения, насколько это возможно, без нарушений оконов мироздания. Да, она проводит всю эту работу. Я возвращусь, когда вся работа будет полностью завершена. На один, два, три. Да, сделала. О, какой огромный светлый бог крылатый. Хорошо. Это замечательно. Я прошу сейчас показать мне тот момент, когда ты засыпал в темной комнате, очень боялся темноты. Покажи мне этот момент, давай отправимся туда. Покажешь? Да, покажет. Сейчас ты уже не боишься? Смеется. хорошо. Он на правом боку лежит и вот одеялом накрывает голову. А сейчас одеяло приоткрывает, щелочку такую делаешь и из-под одеяла выглядывает. Стоит там или не стоит в углу? Стоит. Сейчас я проявлю на эфирном плане в соответствии с эфирным ДНК. Что это за Буратино такой с длинным носом? Это демонюга, которая была в энергосфере мамы. Пугала ребенка, подъедала его энергию. То есть не только как бы да, это действительно было так. Хорошо, перепроживи без этого страха, а еще лучше в этом моменте вот видишь же то, что я вижу. Да, теперь вижу. Ну, поскольку у него доступ в твою энергосферу был, просканируй сейчас, есть ли этот доступ. Нет, нету. Ну, ты можешь в том моменте прямо рассветиться, его заключить сферу и аннигилировать. Да, так и делают. хорошо. Хорошо. И вот весь период твоего детства да, перематывают они вместе с сыном, перематывают как и на пленку, изымают все свои воздействия, все свое программирование, все свои спонтанные реакции на ребенка, все свое раздражение. да, она простраивает весь жизненный путь, все взаимоотношения с сыном максимально благоприятно. Она говорит уважительно и легко вплоть до момента здесь и сейчас. Да, да, производит полный взаимообмен энергиями, в данное время просят друг у друга прощения и прощают друг друга, отсекают привязку и да, обнимают друг друга и она провожает его за пределы рабочего пространства. Так, мне сейчас еще одно напоминание произошло, вот буквально прозвучало. Сейчас я перепроверю и озвучу. Вот, точно, есть подтверждение. В том воплощении шаманкой была именно и отсюда у нее в этом воплощении такая тяга к всем предсказаниям, гаданиям, магиям и так далее, и так далее. Поэтому у нее такая энергосфера, которую я даже рассматриваю, честно говоря, не захотела. Там сложновато. И вот в этом воплощении встретились для того, чтобы Асиль говорит, что встреча эта была предусмотрена для того, чтобы я разглядела ее шаманизм и отказалась от него. Но я хотела этого, но не смогла сделать это сама. Теперь, говорит, я разглядела. Да. Понятно. Хорошо. Проверяю еще раз ментальную карту. Сектор контрактов пуст. Сектор интерферентов пуст. магии почти пуст. Только своя проекция осталась. Но она ее сейчас высветляет, она снимает все облачение, одновременно снимается своей проекцией и показывает на рабочем столе. в начале в начале сеанса мы видели и этот ремень, и эту юбку. Да, она все это уничтожает, сжигает и очистит свои проекции, сливается с нею. Книга, которую она читала, она также аннигилирует. И вот сейчас она окончательно уже очищает от эгрегоральной структуры религиозно-магического эгрегора сектор эгрографы программ сканирует свою энергосферу, извлекает все страхи, все сомнения в себе, да, все блокировки нелюбви к себе, предательства себя. По всему чакральному столбу достает вот такие как занозы. Все это аннигилирует. Хорошо. Хорошо. Еще программы давай посмотрим, есть какие-то целостные, значительные или блокировки. Так по мелочи будет еще много всплывать шаблонов ментальных. Но основные все она удалила. ментальное полисо включает, собирает все отслужившее, все, что уже осознанно не подлежит дальнейшему бытию. Так звучит и она собирает их в аннигилятор вместе с пылесосом. Хорошо очистила. Сейчас я посмотрю на энергосферу. Вот сейчас она имеет правильную форму. Энергосфера а то была как будто немножко перетянута в области талии. Просканирующая свою энергосферу в области талии меня больше всего волнует, потому что это перетяжка. Это блокировка, мощная блокировка волевого центра. И одновременно разделение, жесткое разделение на телес, потребности тела и потребности духа. Да, она сейчас гармонизирует все эти энергии. Давай проверим еще вот что. Так, 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 энергоцентры все. От Тимуса, от буквально центра энергетического одной вспышкой просканируй и прожги. Освободи, расширь все энергоканалы, восстанови все энергоцентры, все свои чакры. Так, сделала, доактивировала основной чакральный столб, убрала все генетически предусмотренные блокировки, направленные на блокирование уплощения сознания, на блокирование способностей человека. Да, убрала, нигилировала. Хорошо, давай проверим еще вот что. Есть ли какие-то подселенцы невоплощенные невоплощенные в энергосфере, я проверяю. Нет. Развоплощенные мытари. Есть, есть, есть. А ну-ка, давай проявим, Асель, давай-ка прояви его сюда, кто это вообще. есть. я вижу. О, как интересно. Последствия кладбищенского ритуала. Очень интересно. Так, хорошо, а в этом воплощении или в одном из предыдущих? В этом, говорит. А, то есть кто-то на тебя магичил еще и на смерть? Она говорит, да. И показывает фотографию, кто-то использовал. Ее фотографию кто-то использовал в кладбищенском ритуале. То есть мало было всего, еще и это. А теперь прояви того, кто был инициатором и кто был исполнителем этого ритуала. Давай на один, два, три. Кто это? Да, подошли двое. Так, давай разбираться. Потому что вот так вертит головой заказчица и говорит, что пальцем показывает. Нет, говорит, я против нее ничего не делала. На кого была направлена эта магия? Скажи, если не делала на нее. да, на маму, на маму. Женщина, женщина молодая. И вот в том моменте, я смотрю, когда был заказ этот произведен, она молодая совершенно. Идет, звучит слово, зависть, соперничество, ненависть. Как побудительные мотивы вот прозвучало. Примерно ровесница мамы она была и вот что-то делала вместе с помощницей. Кстати, помощница тоже не пожилая совсем, а тоже молодая. она сейчас кричит, я, говорит, не знала, что это подействует. Ну, незнание закону не освобождает от ответственности. В настоящее время ты знаешь, готова ли изменить эти события, возвратиться и отменить этот ритуал? Да, говорит, готова. Спрашиваю второй, которая помогала. Готова? Да, готова. Хорошо, я призываю тогда еще раз. Да, она здесь. Я передаю информацию телепатически о том, что был произведен ритуал на смерть. И воздействие этой энергии Сель приняла на себя. Поэтому вы можете в настоящее время просканировать свою сферу, энергосферу, возвратить все воздействия и все последствия этой женщине. Да, они это делают. А я понаблюдаю, как она перепроживает. Ну, вот я вижу, она изменяет намерение магичить и идти на кладбище и закапывать в могилу фотографию. И вот ритуал, они что-то проходят, кругом проходят как-то вокруг могилы. Против часовой стрелки идут обе. Они призывают, призывают духов. и на эфирном плане хочу посмотреть, что в это время произошло. Это мужская могила. Да, мужская. Имя мне сложно прочитать. Имя незнакомое. это буква Т есть. Тай. Я не знаю, существует ли вообще такое имя. Как-то оно звучит то ли Тайгал, то ли Тайгул. Тай. Сейчас я переспрошу, имеет ли это значение. Говорят, нет. Но первый слог Тай это точно. хорошо. Да, она перепроживает, она изменяет свое намерение магичить и не идет на кладбище в этот день и в последующие дни. Она забирает всю свою ответственность кармическую за эти воздействия. И информационно и энергетически возвратить абсолютно все. Да, сделано. И еще вы вправе изъять весь свой свет, который был скачен сущностями, которые вели эту женщину. Да, и можете передать ее, да, передают ее на суд кармы. Закрывают портал. Теперь вот какой вопрос. Когда, при каких обстоятельствах этот развоплощенный проник в энергосферу осель? Говорит внутриутробно. Хорошо. А имеет ли он доступ в твою энергосферу? Да, имеет. То есть он одновременно и там, и там может находиться, либо там, либо там, либо одновременно и там, и там. Ясно? Вот так взращиваем в своих энергосферах демонических сущностей. Кого-то призвали, а это на самом деле фрагменты, энергетический отпечаток живой души. Так, хорошо. Я сейчас обращаюсь к этому мужчине и задаю вопрос, хочешь ли ты покинуть энергосферу осель? И да, давно хочу. Я, не могу, меня здесь держат. А он показывает себя, как будто он в кандалах, как будто он привязан, прикован к этим энергосферам. Я предлагаю сейчас вам девочке подготовиться. И если вы готовы его отпустить вместе со всеми продуктами жизнедеятельности, со всеми его энергиями, воздействиями и последствиями воздействия, вы можете сделать это на счет три. А к тебе я обращаюсь на счет три. Вот информацию даю ведро сознания. Ты можешь оттолкнуться от их энергосфер, как только они тебя выпустят, избрать себе место, где хотел бы находиться. Да, ты можешь отправиться в место, где отдыхают души и там дождаться свою основную проекцию. Да, там легче будет вам воссоединиться. К свету первоисточника ты можешь направиться и одним усилием воли достичь этого уровня и закрыть за собой портал. Да, он понял меня. Хорошо, давайте я посчитаю до трех, до трех и вы все втроем сделаете то, что условлено. Один, два, три. Да, вижу, девочки выпустили его, и вот так как две проекции, две более бледные проекции, в одну более яркую, и все, он устремился вверх. Закрываем порталы, девочки. Хорошо. Благодарю тебя. Тоже таким поклоном говорит, благодарю. Покидаю сейчас поле сеанса. Осель, продолжаем, сканируем твою энергосферу. Она говорит, что все, теперь все, теперь легче, теперь чисто. Возникает у меня вопрос. Скажи, пожалуйста, мне, Осель, не так давно тебе снился сон, что какая-то ведьма села тебе на спину и назвалась словом ведьма. Кто это был? Покажи мне этот момент. Сейчас я проявлю на эфирном плане, кто это. Приказываю проявиться в соответствии с эфирным ДНК на 1, 2, 3. то есть это не демонюга, который был изгнан ранее. это сквозь этого развоплощенного работала, назвалась ведьма, на самом деле сущность, демоническая, но иная, чьим пленником был этот развоплощенный. Это через ту ведьму было. понятно, хорошо. Я сейчас предлагаю призвать в поле сеанса твоих сестер. Давай начнем с... Да, она здесь. Я хочу задать вопрос. Позволишь ли поработать с тобой и для тебя? Нет. Все, что можно дать, это информацию в ядру сознания. да, можно призвать и если в энергосферах всех трех ее дочерей вдруг есть присутствие, то есть было присутствие этого развоплощенного и, соответственно, доступ той демонической сущности и ведьмам, то можно это исправить. Я сейчас объясняю ей как. Если хочешь, можешь это сделать. она говорит, я очень хочу, но не решаюсь. Ты мама. Ты можешь сделать запрос в информационное поле Вселенной. Что ты вправе делать как мать, что нет. И в каком моменте, когда дети неосознанно и не находятся в твоей энергосфере, твои права сравнимы с правами первоисточников, по сути, ты в этой мерности для них и есть первоисточник. Ну и папа тоже. Да, она сейчас делает это, она убирает, она дает им информацию, что они могут высвободить из своей энергосферы проекции этого разоплощенного и удалить, тем самым удалив привязки к демонической сущности. Но это я отследить никак не могу, это вообще уже за пределами поля сеанса, я просто вижу, что она информацию дала. У меня нет позволения заглядывать глубже. Да, я также даю девочкам информацию. И прошу сейчас Осель пояснить мне, когда или давай посмотрим сначала на квартирку, в которой происходили события славы. Да, она показывает. Да, я вижу, есть портал в этой квартире. Ну, под полом как воронка такая. И эта воронка, она раскручивается вот на эфирном плане. Она как будто вот так. А она в обе стороны работает как портал. То есть могли выходить из нее сущности и энергии туда могли уносить. То есть взаимодействовали, пугали и уходили. Так, теперь покажите мне, пожалуйста, девочки, тот самый первый момент, когда шла в магазин и упала или нет, сначала. Да, давай сначала вот эту ночевку покажем. Так, портал в этой комнате. Нет. Ближе к входной двери портал. А показано, что именно в прихожей какие-то были защитные типа иероглифов или какие-то значки. Типа обереги какие-то были поставлены. Обереги поставлены были возле входной двери. Что-то написанное, что-то воткнуто вот стоит. И так, если смотрите с прихожей на дверь, то с правой стороны выше. Какой-то оберег. И вот именно там портал был внизу. Так, сам момент, что это произошло. Ну, вот я вижу этот развлоплощенный. Он как будто к стенке жмется. Он сам боится прихода этих сущностей. Идет вторжение, такое грубое влияние в энергосферу демонической сущности. Я только хочу понять, это из энергосферы самой осили, это те, которые из портала квартиры свекрови, либо это те, которые через развоплощенного из энергосферы на что это за демон? Это после кладбищенского ритуала. да. Да. Ну и как в таком треугольнике жить легко и счастливо? Если сами демонические поочередно раздирают энергосферу живого человека на части? так, перепроверяем. Да, это действительно так. Хорошо. Еще раз информацию даем тогда в ядро сознания. Все, что мы можем сделать, это проинформировать ее подсознание о том, что оно свободное, никто не вправе манипулировать всем, блокировать его, поступать, да, ущемлять свободу воли и поступать вопреки ее волевым решениям. Да, я также информацию даю это осель. Я также даю информацию. Благодарим вас, девочки, и провожаем за пределы поля сеанса. Хорошо, продолжаем наш сеанс. Я отстраняюсь от этой ситуации. Хорошо, я хочу посмотреть сейчас на энергосферу еще раз. Задаю вопросы, включен ли у тебя осель детектор развлечения истинной лжи. Хорошо, ты можешь найти его, он генетически существует. Да, она включила его сейчас, отрегулировала. Так, теперь структура осознания себя. Каким образом ты осознаешь себя энергией или телом, баланса сознания? Вот, она его выравнивает сейчас 50 на 50. Хорошо, я хочу посмотреть аспект личности. Да, она сейчас выравнивает искажения, такие вот, как фантомное отклонение, выглядит как будто личность, и вот, и как будто такая более слабая, нечеткая, туманная такая проекция, как будто выдвинулась. то есть они начинали этот процесс уже, они доводили до разбалансировки осознания себя целостной. Да, сейчас она все сбалансировала. Хорошо, еще раз давай просканируем, есть ли у тебя фантомные проекции? Нет. Клоны, дубликаты, репликанты? Нет. Хорошо, всю ли энергию ты изъяла из матричных структур, она говорит да, всю. Хорошо, давай обратим внимание тогда на твой третий глаз, на энергетику. Да, она сейчас реконструирует, его так и звучит реконструирует. Вот сейчас мы доходим до эфирного тела, перепроверь еще раз, сверься со скрином эфирного ДНК эталонного и запустив все процессы регенерации, запустив все процессы трансформации, необходимые для восстановления, для приведения твоего физического тела в соответствии с эталонной генетикой. Да, она это делает. Напитаясь в свои органы и системы энергии жизни, энергии свободы, энергии успеха. Да, сломай все программы ментальные относительно продолжительности и качества жизни в любом из возрастов. Ментальные программы относительно достойно либо недостойно, богатства, радости и счастья. ментальные программы неудачницы идут вот такие зацикливания идут, как только говоришь, что всегда в моей жизни встречаются мужчины вот такого типа. Это ты отрицаешь приход в твою жизнь мужчин иного типа. То есть каждая мысль, когда ты покажется, подводишь итог. На самом деле твоя мысль стартует из точки здесь и сейчас сотворяет твое бытие для грядущего шага. Именно поэтому не нужно подводить итоги, даже промежуточные. Мы не нужно судить, оценивать те поступки, которые уже совершены, те сюжеты и те события, которые уже перепрожиты. Если мы обращаемся памятью в прошлое, то лишь для того, чтобы осознать где мы поступили не так и исправить это. Если же мы воздвигаем какие-то умозаконимые закономерности, мы не просто убеждаем себя в том, что это происходит, даже если это не так. Мы тем самым пишем программу грядущего, мы тем самым пишем сценарий своего бытия. Поэтому очень важно думать, прежде чем подумать. Куда ведет меня такое мышление? Это сейчас Асель сказала. Да, очень важно осознавать, куда ведет меня мое мышление. Хорошо. Давай посмотрим сейчас на вот какой аспект паразитарное присутствие. Надо с ним уже поработать. Это я вижу, но я перепроверяю. сканируем все органы и системы. Вот она приводит. Вот с чего она начала. Иммунный баланс и гормональный баланс восстанавливает в своем организме. Гармонизирует, сочетает взаимодействие гормональной системы, нервной системы, сердечно-сосудистая система. Да, вот пищеварительная система. Да, это тоже очень важно. Органы дыхания, зрения, слуха, вестибулярный аппарат, опорно-двигательная система. лимбическая система. Обратя особое внимание, да, она очищает, снимает еще какую-то блокировку, как будто полиэтиленовой пленкой вот так вот замутанной. Снимает, ангилирует. Хорошо. Щитовидная железа, покажи, пожалуйста. Я вижу такая желтая энергия, я бы сказала, не желтая даже, а как цвета кости старой. кричневато-желтая. И энергия как-то наполовину, что ли. Да, она изымает эту нездоровую энергетику и наполняет энергией своей любви, запускает все процессы и встраивает функцию щитовидной железы в единую систему жизнедеятельности. всего организма. Да, железы, эндокринная система, все железы головного мозга и поджелудочная железа. Вот она снимает, как будто колючую проволоку развязывается, не убирает. Так, обратим внимание на яичники. энергия действительно энергия увядания. Запущена вот эта программа была 50, не 50. Вот этот страх запускает механизм увядания. Клетки реагируют на такие программы, как на приказ, что пора сворачивать жизнедеятельность. Они не вправе возразить тому, кто их сотворял, то есть душе, уму, самому человеку. Они подчиняются его воле. И в соответствии с проявленной волей, с программированием, которое в ментальных полях происходит энергетическое воздействие на эти клетки, и в них срабатывают механизмы старения, замирания, сворачивания. Угасания. Вот она сейчас убирает все эти программы из ментальных полей и из более плотных проекций вплоть до клеток и напитывает все клеточки своего организма и вот особенно клеточки продуцирующие гормоны молодости, гормоны женского плодородия, восстанавливает гормональный фон. Вот обращает внимание на надпочечники. Там выглядит как будто старая-старая мочалка, очень неопрятная липкость, что-то налипшее на них, как вот губка такая и в ней какие-то ошметки. Очень неопрятно выглядят надпочечники, а это, простите меня, адреналин, а это страхи. Это последствия страхов, мало того, это орган, который продуцирует гормоны, влияющие на нервную систему и провоцирует возникновение тревоги, страхов, сомнений, неспокойствия, вот этой зажатости, вот это зацикливание страха и мысли на страхе. вот она сейчас ломает эти схемы реакций, привычные схемы, пересматривает нейрокластеры, освобождает их от негативных программ реагирования, выстраивает иные цепочки энергообмена между нейронами, вычищает ячейки памяти, да, это она поработала, выстроила в гармоничном соответствии, хорошо, давай посмотрим на молочные железы, также она изымает энергию, это тоже последствия привнесенных ментальных программ, ну и кроме того, если был развоплощенный в энергосфере, ничему и удивляться, да, она вычищает это все, хорошо, наполняет цветом своей любви, хорошо, давай посмотрим еще, фасциальная ткань, мышечная ткань, весь опорно-двигательный аппарат в целом и кожа, да, сделала, сделала, так, в отношении проблемы, запах изо рта, покажи мне, пожалуйста, истинную причину, она еще осталась, нет, говорит, она уже удалена, она говорит, что это была не единственная причина, это был комплекс из трех причин, это три проблемы были, одна из которых вот на лечении кратическая энергия, так, давай еще раз проверим, система выделения, лимфатическая система, почки, да, она работает с этим, пищеварительная система, да, все очистила, все, что вычистила негативные энергии, все в аннигилятор, закрыла портал и засветилась, вот теперь я вижу, что засветилась, энергетика, эфирное тело, да, чистое, переливается просто, переливается светом, действительно, так и есть, переливчатый такой цвет интересный, свет такой, хорошо, так, я сейчас еще хочу проверить вот что, да, просканирую сейчас все пространство твоего пребывания, место твоего жительства, место твоей работы и даже транспорт, на котором ты перемещаешься, мало того, место квартиры, в которой живет сейчас твой сын, то есть, все, что входит в сферу твоих интересов, все, чего касается твоя рука, твой взор и твоя мысль, да, ты в праве все это очистить и напитать энергии своей любви, да, она это делает, в том, что касается той квартиры, в которой происходили эти воздействия, ты также вправе и можешь возвратиться в то время и ликвидировать этот портал, да, она это делает и перепрожить все время пребывания там без взаимодействий с негативными сущностями, да, сделала, хорошо, покажи мне, пожалуйста, свой финансовый поток, ну, как-то очень интересно показывала, как будто, как будто идет такое колесо в мельницу, да, и выливает ковшик за ковшиком, и такой лоток идет, как будто то ли алюминием, то ли нержавейкой обитой, лоток такой деревянный, и по этому лотку порция за порцией вот так вот сливается жидкость, это есть твой финансовый поток, да, а, и себя показывает, которое крутит это колесо, так, ну, воля твоя, если хочешь оставить все как есть, ты сейчас знаешь, как это можно изменить, да, говорит, знаю, все, она ломает всю эту конструкцию, и просто занимает ее место, становится, расширяет свои поля присутствия, вырастает огромная, и показывает, что вот это переливающаяся в ней энергия, она ее направляет, как интересно, Тор работает, у нее показывает энергосферу, и она показывает, вот это вот, как струится энергия, она говорит, ей есть поток изобилия, да, да, она убирает ментальные конструкции, связанные с негативными финансовыми расходами, с ошибочными блоками, с ошибками в ментальных полях, с искажающими мыслями, с мыслями, искажающими нормальное, реальное восприятие энергии, первоисточника энергии, изобилия Вселенной, да, сделала, хорошо, сейчас я хочу спросить, вот о чем, нужно ли тебе примириться со своим подсознанием, Масиль, да, в таком случае я предлагаю тебе искренне от всего сердца попросить в себя прощения, и также искренне и от всего сердца простить себя, скажи себе, что ты очень и очень себя любишь, позволяешь себе быть неидеальной, и принимаешь себя целиком и полностью такой, какая ты есть, да, примирение состоялось, хорошо, я еще вот, что хочу предложить тебе, хочешь ли ты что-то сказать своей рациональной чести, она вот так ладошки складывает, благодарит, она говорит, я была заперта в тюрьме, предрассудков, предубеждений, и блокировок, ты сделала решительный шаг, теперь мы вместе, мы едины, она подходит сейчас со спины и обнимает тебя, осили, сливается с тобой, как будто входит в тебя так, и крылья такие раскрывают так, просто понаблюдая за ощущениями в физическом теле, она просто продемонстрировала сейчас целостность, неразрывное единство звучит, хорошо, я спрашиваю сейчас, Осель, все ли мы сделали для тебя сегодня на этом сеансе, да, все, благодарит меня, да, так раз поворот такой сделала и взлетела все, покинула поле сеанса, я сейчас проверяю поле сеанса, отстраняюсь от всего, проверяю мою энергосферу, все в порядке, выхожу из рабочего пространства и возвращаюсь всем моим сознанием в физическое тело на один, два, три, я чуть не запуталась во всех ваших демонах, включите, пожалуйста, микрофон, как вы чувствуете себя, как чувствовали во время сеанса, что происходило, у меня слов нет, я плакала, проплакала весь сеанс у меня же мурашки до сих пор по телу, это очищение идет, представьте, это же клобисинская магия на тем и страшна, а вы знаете, когда вы об этом говорили, то у меня связь пропала и я какую-то часть не услышала про это, ну, с другой стороны, это может быть и правильно, делали-то не на вас, делали на маму, дочери из меня, нет, делали на маму, а мама из своей энергосферы, увы, наградила всех трех дочерей, кладбищинская магия не через вас, она вам досталась от мамы, может, мама болела поэтому мы можем сейчас только гадать истины, мы не знаем, пока она сама нам ее не покажет, это опять вопросы от ума, я так не могу, если не позволяет работать, я заглядывать не вправе, мы не вправе воздействовать на людей, если они этого не хотят, даже взаимодействовать с ними на тонком плане не можем, если они не дают на это согласие, мир погряз в магии, люди уже перестали различать, где магия, а где нет, она стала обыденностью, она стала повседневностью, а ведь это очень страшно, вот, это действительно страшно, потому что это это нарушение основного икона вселенной, нарушение икона свободы воли, а у нас почему-то считается нормой попрать чужую волю, блокировать ее, навязать свою, на что наши волевые усилия тратятся, на борьбу друг с другом, это причина всех войн вообще-то, всех конфликтов, вот это колокбищенский ритуал, это все вы говорили, что это от зависти, соперничества, ну, нашлась женщина, которая завидовала вашей маме, многовато магии, многовато вокруг вас была магия, но она бы не притянулась, если бы в вашей энергосфере не было магического эгрегора, если бы вы однажды не впустили магию в свою жизнь, эта программа не втеснулась бы в вас. А по всей вероятности, я так предполагаю, что ваши сестры, видимо, тоже когда-то были приобщены, да многие, многие на земле, либо были жертвами магических ритуалов, либо сами их производили, так или иначе, многие. Почему-то пришла фраза, мы все тут одним миром мазаны, мы все перепачканы этим миром, по большому счету. Кто-то больше, кто-то меньше. Когда в конце моя проекция в меня входила, у меня прямо аж так трясло, мурашки по телу. Или ты физически прочувствовала? Замечательно. Видите, наше тело наше тело очень важный детектор. Оно все прекрасным образом чувствует и различает. Тут уж понимаете, как бы говорю, я говорю, можно верить, можно не верить, но если ваше тело что-то чувствует, я-то в это время ничего, никаких пасов вам не делаю. Я ничего не делаю. Кроме того, вы от меня настолько километров, что я могу, как я могу до вас дотянуться? Только информационно. Но мне было плохо, когда говорили об этой магии. Обещанской или какой магии? Обещанской. О любой магии. Потом вот в конце и прям аж этот плохо было в общем. Аж сил не было. я даже камеру повернула, чтобы меня не видно было. Видите ли, в чем дело. Вы вот в процессе этого сеанса, я думаю, почему его таким образом разнесли на три дня? С большой разницей. Сейчас я спрошу, почему. Почему? вам энергетически было быть очень тяжело все в один день. У вас просто это очень многослойно и очень глубоко и все это действительно завязано на эту магию. Причем магический контракт долго не проявлялся. Он был запрятан, запрятан. Да, вы его вот так вытаскивали постепенно, постепенно, заглянули туда и там тоже, потом сюда и там тоже. И вот так выковыривали. То есть в один день я-то наверное справилась бы, а вот вам на энергетике и эмоционально было бы нелегко. Поэтому в таком сидящем режиме разнесено вот. Но это особый случай. Вот представьте себе, тут тебе и портал, тут тебе и демонюги от этих знахарок, тут тебе и от мамы. Вот тебе и от самой собой, вот сколько он шесть воплощений с вами ходил демон. Шесть воплощений с вами ходил. Ну теперь, теперь все в порядке. Все это в прошлом. Вы сегодня завершили энергетическую операцию на все тело. Завершили, вычистили все, я вас поздравляю. Спасибо, я благодарю вас за все. А, вы прям находка. Ну. Для всего человечества. Ну, ладно, я такая же, как все, чуть раньше разглядела, чем другие. И то, может быть, не раньше. Есть те, которые видят, знают, ну, просто кто-то проводит сеансы, кто-то нет. У них, может быть, нету в планах и в душе такой работы. Либо они делают каким-то своим способом. Мы же все уникальны. считайте, что такая работа важна. Работайте со своей энергосферой, подключайтесь. Подключайтесь. На планете очень много живет закрепощенных душ. Вероятно, кто-то может захотеть воспользоваться вашей помощью. Пожалуйста. Но вот это понимание, как? Оно должно приходить изнутри. В процессе работы над самим собой. Скопировать это невозможно. Можно взять какие-то примеры, какие-то аналогии, подсказки. Но все равно это все равно лучше, чем сам человек изобретет способ нести благо в этот мир. Никто не научит. У меня часто чешется левая рука. Вот знаете, есть такая примета, вы, наверное, слышали, к деньгам, да? Она и к деньгам. Но часто она вот просто чешется. Там на ней ничего нет, никаких раздражений. И она не чешется, как вот на дерме, да, на коже, а как будто изнутри. Давно? в последнее время чаще стало. У вас восстанавливаются ваши чакры ладонные, проекции вашей горловой чакры. у меня тоже бывает. Точнее, бывало раньше. Понимаете, энергетически идет восстановление, особенно до сеанса такая работа уже шла, когда вы осознали, что вы хотите пройти сеанс очищения. Ваши высшие проекции уже запускают, потихоньку сканируют вас и запускают в вас те энергии, которые позволят расширить вам ваши способности. Вот так оно работает. Вы проявляете намерение, а вся ваша многомерность работает под трансформацией. Вы сегодня запустили трансформацию в соответствии с эталонной генетикой. Прекрасно. Я там увидела, что вы начали и увидела, что вы завершили на 1, 2, 3. На самом деле это работа на физике с вашим телом еще будет идти довольно долго. Физика инертная она не так быстро реагирует, но она не может идти незаметно для вас, поэтому естественно ваше тело будет реагировать. То где-то у вас третий глаз начнут ровнять, и у вас поболело, поболело, потом вроде как расширение, ой, гул в ушах, ой, что-то я то вижу, то не вижу, что-то вроде как конъюнктивит, что-то вроде как вот это, откуда-то насморк взялся, ой, что у меня с горлом, и понимаете, вот это вот появилось, хоп, пропало, появилось, пропало, то есть не болезнь, а именно трансформация такая. Во время сеанса у меня резко разболелась голова, вот в конце сеанса, разболелась, а потом оно вот когда я вошла в себя, оно пришло само, вот сейчас вот легкость, а была какая-то тяжесть, и вот. Это кратковременные вот такие идут, ну максимум там два часа, ну полдня. Опять же, вы работали со своим физическим телом, то есть с энергетикой вашего физического тела. Какие-то энергии убирали, что-то выжигали, чем-то наполняли. На физике тоже это будет происходить, то есть с этого момента просто наблюдайте. Вам ваше физическое тело будет подсказывать, на каком этапе идет какая работа из той, которую вы уже проделали в сеансе. Понимаете, вот сеанс, он вроде бы, ну сколько там, ну да, поработали несколько часов, вот тетка, да, несколько часов всего, и все, выключилось, и все тут. Нет, работа продолжается. А если ваше намерение не изменяется, если вы не сложили ручки и не почиваете на лаврах, ах, какая я молодец, сеанс заказала, провела, теперь у меня все в жизни, вот так наладится. Продолжаем. Знаете, как гигиена мыслей, гигиена чувств. Продолжаем над собой работать. Вот когда она очищала мое тело, и когда вы говорили периодически засветись, очисти свою энергосферу ей, то я мысленно это тоже делала. И вот когда вы говорили о однопочечниках, я их представляла, потом представляла, как они светятся, и как они чистые, красивые. Да, это визуализация, именно так и работает. Вы представляете. Я вот это буду проводить периодически, чтобы это все конечно. То есть даже не повторять, а как бы вы можете просто напоминать себе, проснулись утром. Мое намерение все тоже я произвожу очищение, трансформацию моего тела в соответствии с эталонным ДНК. Все, вы еще раз запускаете процесс, вы как бы своим волевым решением придаете импульс, ускорение некоторое всем этим процессам. Вот и все. Эталонная ДНК ДНК это что? Генетика, но не физическая молекулярная генетика, а по всей вашей многомерности. У человека 12 спиралей ДНК. Физическая это одна из них, двойная. Потом эфирная, астральная и так далее. Всего 12. Вот у вас 4 сейчас восстановлены, но четвертая еще не активирована. То есть вот это происходит сейчас восстановление тел человека, способностей соответственно тел человека в соответствии с его эталонной генетикой. А остальные 8? Ну они постепенно будут восстанавливаться, зависит от того, как вы над собой работаете. какие-то могут не восстановиться в этом воплощении, а могут успеть восстановиться. Зависит от того, как вы работаете над собой. А у вас были случаи повторного сеанса? Если человек, да, были случаи повторного сеанса, сейчас, но это если человек как бы допустил, опять вляпался в религиозный эгрегор, или магическое играть. Ну, куда-то там, да, я вот почувствовала, что там, вот посмотрите. Был один сеанс, допустим, повторный, когда женщина нездоровая, нездоровая, видимо, ожидала каких-то экстренных улучшений вот по всему организму, вот сразу раз оздоровилась, помолодела, и вот. Ну так же не бывает, я что-то не фея крестная с волшебной палочкой, да, к тому же я же вообще ничего не исцеляю, своих энергий не направляю. Сам человек работает над своей энергосферой, и естественно куда, внимание, туда энергия исцеляющая либо разрушающая. Если человек вот смотрит на то место, где у него болело и продолжает думать, ой, меня болит, а завтра утром опять заболит, а как же я послезавтра, ой, как я в дороге поеду, в автобусе меня растрясёт, у меня опять заболит, он что делает? Он разрушает себя. Понимаете, это негативный план мышления, негативное мышление, негативное планирование. А если человек говорит себе, а я отказываюсь болеть, хватит. Я имею право быть здоровым, счастливым, свободным. Это моё неотъемлемое право, я любимый ребёнок первоисточника. это всё мне дано по праву рождения. Здоровье, изобилие, радость, счастье, это всё принадлежит мне по праву рождения. Никто не вправе у меня это отнять. Поэтому я возвращаю себе всё моё, всю мою энергию, все мои потенциалы, все мои права, мой суверенитет возвращаю себе и обладаю этим во благо себе и другим. Всё тут. Напоминайте себя об этом почище. И здоровье, понимаете, без здоровья какое радостное пребывание в этой мерзности никакого. А если мы рождены для счастья, для радости, то здоровье никак не вписывается энергии смерти, энергии болезни, энергии страдания, энергии страха. Они никак не вписываются. Это энергия антимира. Нужно их долой из своей энергосферы вышвыривать. А сфера ваша энергосфера это не просто ваши тонкие тела, это сфера вашего сознания, это сфера вашей реальности. Это вся вселенная, которая вас окружает. Вы наводите порядок в своей вселенной, я навожу порядок в своей вселенной. И еще 250 тысяч человек наводят порядок в своих вселенных. И в итоге вся наша общая вселенная становится светлее и чище. Другого способа очистить пространство нету. Только через себя. так. А вот еще вопрос. Вот эти все нечисти, их же тоже кто-то создал? Конечно. Боги. Для чего? Мы. Мы их и создали. А сами? Конечно. Просто вы создавали их не в этом пространстве, а в более высоком пространстве. Когда-то что-то это было создано. Для чего-то? Для чего? Для того, чтобы проходить какие-то уроки. но оно вот это вот вся эта нечисть, оно поросята вышли из-под контроля. Понимаете? Лжецы, которые лгали не только нам, но и нашим высшим праведцам. То есть нам во всей нашей многомерности пытались дотянуться. Противники первоисточника лишенные либо разбазарившие свой свет. Чтобы они не липли, чтобы эти программы не липли, нужно светить и все. Вы светите естественным образом. Вот сейчас вы сказали светить и улыбнулись. Знаете, какой импульс света от вас пошел? Вам не надо для этого напрягаться и куда-то лучик направлять. Совсем не обязательно. Вам достаточно просто подумать о чем-то с радостью. Знаете, вот как бы это сказать? Есть одна подсказка. Замечали ли вы когда-нибудь, что ожидание Нового Года всегда радостнее, чем сам Новый Год? Да. Правда? А почему? Потому что мы творцы. И максимальное удовольствие мы получаем, когда творим, а не когда пожинаем плоды творения. Это мой любимый праздник. Я люблю этот период самый любимый. Ожидать Новый Год, подготовка, подарки. Да? Да. Ну что? То есть когда мы на высокой вибрации, мы естественным образом светим на всю Вселенную. Нас видит вся Вселенная и слышит вся Вселенная. Когда мы на низких вибрациях, нас слышат сущности и прибегают с большой ложкой, чтобы покушать. Сейчас у вас контрактов нет ни у одной сущности, нет ни одного права, ни малейшего права вторгаться в вашу энергосферу. Вы соблюдаете гиену мысли. эмоциональную гигиену, то есть равновесие, баланс эмоциональный и позитивное мышление и позитивные деяния естественные. Но не быть добренькой ради всех, распластаться перед всеми, чтобы все говорили обо мне только хорошо. Да пусть говорят, что хотят. Вы-то про себя знаете, что вы хороши. Пусть говорят, что хотят. Если ваши действия, мысли и слова направлены во благо себе и во благо им, и вы это осознаете, вы в этом убеждены, ваше сердце от этого радуется, от того, как вы относитесь к этим людям, то какая разница, что они о вас сказали. Даже если сказали вам в глаза, даже если швырнули в вас что-то, какая разница. Это всего лишь их мнение, вы вправе его не принимать. Вот когда я смотрела вчерашний сеанс, я такая была суетливая, такая какая-то нервная, да. А сейчас такое спокойствие. Я наблюдала за вашей, да, сейчас совсем другая, я наблюдала за вашей реакцией на меня, ту, вчерашнюю. вы так спокойно не перенимаете мою эту суетливость и нервозность и так спокойно объясняете. Дело в том, что я на других уровнях вибрации, я не могу перенимать вашу. Мы просто на разных вибрационных уровнях были с вами. Вы еще вот здесь вот, а я уже вот здесь вот была. Не потому, что я выше вас, потому, что я работала уже с подключением, я работала уже, вот это была ментальная сонастройка, а у вас еще бушевало море эмоций. Ваши программы еще там я скажу, я скажу, нет, молчи, я скажу. У вас там хаос еще был внутри на астральном плане. Программы перекрикивали друг друга. Мои программы, даже если еще остались какие-то, ведут себя прилично и тихо. Я когда перебивала вас, вы так спокойно продолжали говорить, то есть не останавливаясь. Да. Ну, потому что у меня задача за краткий период нашего общения донести до вас как можно более понятно, максимально возможный объем информации. Это очень сложно сделать вербально, очень сложно. Реально сложно вот этот объем уместить в некий поток речевой. Очень сложно. Потому что информация приходит более огромным пакетом. И я перевожу как будто, знаете, вороночка такая, вот эта вот огромная в тоненькую струечку. я тороплюсь рассказать все и про все. Поэтому я не отвлекаюсь на отвлекающий момент. Ну что, будем отдыхать? Как вам? Меня попросила, да, сейчас еще чуть-чуть, меня попросила знакомая, которая привела меня к вам, да, подсказала о вас спросить значение цветков лотоса и подсолнуха, что в одних из сеансов вы упоминали о том, что они забирают энергию, у них нехорошее значение. Я не могу сказать, что цветок нехороший и нехорошее значение. Любое значение присваивает сам человек. В том сеансе по всей вероятности как-то проявился, вот, может быть, это как бы жизненный опыт того человека, в чем сеансе я работала. Это может не обязательно быть, вот, все лотосы нехороши, они очень красивые, они способны радовать своей красотой, но в тот момент, когда лотос стали изображать на разных индуистских иконках, картинках, когда ему придали некий символизм, вот тогда исказилось и сам цветок, внесли искажение. Люди это делают, люди же творцы, не сам цветок. Сам цветок себе жил и живет и радует всех нас. Но как только человек вникает, как только человек погружается в религиозный эгрегор, например, индуизма или там какие-какие там еще используют, да, буддизма, этот цветок начинает для него обозначать нечто большее, чем просто цветок. Это неправильно. То есть не нужно символизировать эти цветки? Естественно. И поэтому, ну да, вот подсолнух, ну прекрасный подсолнух, это же замечательный цветок. И он так ведет себя интересно, да, и вот он вот, мало того, семечки очень вкусные и полезные полезные урожаи, сельскохозяйственная культура. Лутос тоже, тоже прекрасный, как цветок они прекрасны, как все проявленное на этой планете, живая природа, они прекрасны. Как только человек начинает придавать значение цифрам, приметам, цветкам, именам, я не знаю, там, датам рождения, из этого получается полная чушь и хаос. Оно есть, потому что оно есть. Почему мы перестали доверять живой вселенной, живой материи плодородной, почему мы настолько отстранились, что без каких-то измышлений собственного ума, без каких-то просчетов статистических классификаций, давайте поделим людей на 12 знаков зодиака, а давайте всех людей поделим еще на это, а давайте еще поделим вот так вот, а давайте еще время поделим на какие-то там определенные периоды. Есть астрономические циклы, это нормально, это естественно, мы это видим. Хорошо, зачем на Земле создано было столько календарей? Это уже люди вмешались со своим хаосом, который у них в мозгах, и начали всему этому придавать какие-то новые смыслы, новые названия и так далее. Зачем? Нам что так легко жить, мы хотим себе жизнь усложнить? Или что? Или мы хотим понять себя через понимание материи? Нельзя понять себя через понимание материи. Невозможно. Понять себя можно только через пространство духа. если у меня ну я не знаю как это как это вообще все сотворенные объекты все сотворенные объекты они не имеют ни духовной силы духовной силы не имеют ни грамма они могут иметь только магическую силу они уже сотворены они твердые как бы это сказать не может подсвечник будь он хоть там трижды особенным он не может быть ничем большим чем подсвечник однако в иудаизме его называют минора и минора это символизирует то-то 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 чушь понимаете нельзя придавать обыденные вещи вот не знаю там ручки шариковые смысла больше чем она несет это утилитарный совершенно бытовой предмет ну давайте его обожествлять давайте назовем его чем-то и начнем ему молиться ну ерунда это все люди не там ищут проявления Бога поэтому допускают отрицание Бога когда начинают верить в некий символизм не чего-то проявленного тут самый верный символизм проявленного тут это жизнь которую мы наблюдаем когда смотрим на природу планеты вот проявленность божественная когда мы смотрим в глаза другому человеку вот она проявленность божественная а мы бежим от этого всего в какой-то храм который построили человеческими руками назвали определенным словом побрызгали метелочкой осветили сослужили молебен и он стал называться храмом с чего бы вдруг любое здание становится храмом когда в него вхожу я богиня проявленная здесь для вас любое здание любой шалаш понимаете любая хибара любой дом становится храмом когда вы входите в него богиня проявленная здесь мы освещаем своим присутствием любую вещь любое здание и вот все что здесь есть потому что мы есть носители того самого святого духа который есть энергия первоисточника сквозь нас она проявлена здесь все остальное ложь вот я это я это чувствовала и всегда думала о том как сомневалась в религиях но